Привет, друзья! И сегодня я возьму вас с собой на велопрогулку. На самом деле, это первая моя самостоятельная велопрогулка вообще за это лето. Я расскажу вам, почему вообще велоспорт лично для меня считается одним из лучших видов хобби и почему сегодня я изменяю ему с бегом. Поэтому, друзья, я вам покажу много интересных видов, пейзажей, расскажу, какие вещи из своей жизни. Так что, если вам это будет интересно, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Едем сейчас к озеру, посмотрим, какая там сейчас погода и сколько там людей. Потому что в обычные дни, в выходные дни, там людей столько, что просто вообще я буквально с ним. Я не улюблюсь, если там будет очень много людей, я все равно буду снимать. Я обожаю кто-то на велике, просто вообще это моя страсть, наверное, моя вторая после бега. И когда мы сделаем привал, я вам расскажу, почему я реально советую именно велосипед, велоспорт в качестве хобби, первого хобби, даже не бег. И вот оно и озеро. Это, кстати, это самое озеро в лесу, где я купаюсь и стоически борюсь за своей гидрофобией. Очень хорошее место, здесь реально вокруг один лес. И пока я ехала по лесу, просто запах земляники такой, просто преследовало меня. Озеро, кстати, чистое и без людей, как ни странно. Очень странно, обычно здесь куча-куча просто народу. Ладно. Я, наверное, сделаю привал попозже, потому что я реально вообще не устала. Я так быстро доехала, минут за 10. Хотя, если идти пешком, то, да, час, наверное, выйдет точно. Поэтому поеду куда-нибудь туда-западеру. Там я сделаю пачок, пушучу, 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 пушучу. Повезем. Пушучу, пушучу всякие. Вот. Так что поедем. Чувствую, сейчас света попадет. Страшный ливень. Видео гнетучий. Сейчас сделаем еще кружок возле аэродрома. И круг аэродрома. Ой, наверное. Слушайте, реально тачине. Очень страшное тачине. Ииии. Аааааааа. Да, да, да. Ааааа. Там самолётики. Красивые большие самолётики. В общем, друзья, если сейчас сильный ветер и меня будет плохо слышно, то я перезапишу это видео уже дома. Но давайте я сейчас поеду домой. Но вы гляньте, посмотрите какие тучи. Я точно сейчас попаду. В общем, пойду домой и расскажу вам всё более подробно. Поехали! 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 Поехали. Маленькое ещё предисловие. Пока я ехала каталась, я думала о следующем своём видео. И думаю, что сейчас я сяду его снимать. Вы знаете, очень многие мои знакомые Жалуются даже не на то, что Ну, не то, чтобы жалуются Просто, да, есть такая проблема Не то, что они могут найти любимую профессию Какое-то дело, свои мечты Обычно, вы знаете, большинство людей знают, кем они хотят стать Точнее, мечтают В мечтах они представляют себя кем-то Но Как такового хобби найти бывает Некоторым людям сложно Как это странно бы сейчас не прозвучало, да Но некоторым Действительно, сложно понять Какое дело, какая Человеческая, в общем-то, деятельность Будет переносить им какую-то радость Творческое удовлетворение Какое-то и собственную Духовную самореализацию Так вот Я решила, я очень долго размышляла на эту тему И поняла, что тут даже больше Психологических факторов Чем каких-то более реальных И которых, ну, таких осязаемых факторов Да, поэтому я хочу Порассуждать на эту тему Быть может, кому-то я смогу помочь Вот Так вот Почему я говорю о велоспорте И об этом Потому что, да Велоспорт, велосипед Может быть, конечно же Очень классным хобби Очень реально крутым И в следующих видео Я затрону эту тему тоже Итак Почему я так люблю велик Почему иногда я люблю его больше Чем даже бег Потому что мой первый велосипед Он очень крутой Я, как я уже говорила Я очень его люблю Но он сейчас у моей мамы Я его, можно сказать, подарила своей маме И этот велосипед, в свою очередь Подарила мне мама На день рождения Ну, как на день рождения Она сказала Света, если ты выиграешь бой по боксу Соревнования по боксу То я куплю тебе велосипед Для меня это была колоссальная мотивация Я просто Я тренировалась как сумасшедшая Я выиграла этот бой Но сейчас я уже думаю Блин, да даже если бы я его проиграла Мама все равно бы купила мне этот велик Потому что, ну, все-таки Мой день рождения Была весна Но, тем не менее У меня очень приятные воспоминания В этом плане И мой велик очень крутой Он очень красивый Я не знаю, насколько у него Качественные характеристики Но он до сих пор Ни разу у меня не ломался Он прекрасен Он такой Красно-черно Коричневый Такой Я не помню его название Но Позднее я прогуглила Его характеристики Они весьма-весьма Очень даже положительные И очень даже качественные Я скажу я вам И внешне Он такой достаточно Такой брутальный Я бы сказала Брутальный мужской велик Я хотела именно такой И серьезно Я пока еще не видела Ни одного велосипеда Который бы реально затронул Мое сердце По внешненьким признакам А этот Этот мое все И внешний И внутренний Я просто обожаю этот велик Вот Поэтому Я еще раз говорю Что если вдруг Я увижу его где-нибудь Ну Сомневаюсь Сомневаюсь Что он еще где-нибудь Выпускается То Я обязательно куплю Кстати На то время Он стоил всего Восемь тысячи То есть Как бы Сейчас За такие деньги Я не знаю Что можно найти Вот Поэтому друзья Прогулка была Очень странная Я заблудилась Ну правда В положительную сторону Я почему-то выехала Из того же места В которое я заезжала Это было очень странно У меня такой немножко Кретинизм Топографический Проснулся Но все закончилось Хорошо Я уже дома Поэтому друзья Расскажите пожалуйста В комментариях Какое ваше любимое хобби В плане спорта Мне будет очень интересно Почитать И если это бег Или велосипед То пожалуйста Делитесь подробностями Мне будет все интересно И следующее видео Будет о том Как приобрести себе Как найти свое хобби Как найти себе Занятие по душе Благодаря которому Ваша душа Будет отдыхать И тело Быть может Кто-то его знает Поэтому Поэтому До встречи в следующих видео Друзья И пока-пока